Выделительная система органов Здравствуйте! Сегодня тема нашего урока – выделительная система органов. Цель урока – рассмотреть выделение и систему органов выделения у различных многоклеточных животных. На предыдущем уроке мы говорили о кровеносной системе. Клетки многих животных выкидывают растворимые продукты обмена в кровеносное русло. Оттуда их извлекают органы выделительной системы. В результате обмена веществ в каждой клетке организма животного образуется вода, углекислый газ, азотистые соединения и еще многие другие вещества. Углекислый газ и некоторое количество воды удаляются через дыхательную систему. А вот с азотистыми соединениями у организма возникают некоторые проблемы, многие из них токсичны. Их надо как-то быстро выводить из организма или же изолировать. Заметьте, что непереваренные остатки пищи выделяются через пищеварительную систему в процессе дефекации. К выделению и выделительной системе этот процесс ни малейшего отношения не имеет. Простейшие удаляют продукты жизнедеятельности через поверхность тела. У губок и кишечнополосных практически каждая клетка контактирует с жидкой внешней средой. У них не имеются специализированных органов или систем выделения. Удаление отходов и углекислого газа и непереваренных остатков пищи и азотистых соединений осуществляется всеми клетками тела. У плоских червей имеется выделительная система. Она представлена крупными клетками с просветом внутри, которые гонят ненужные растворенные вещества в тончайшие канальцы. Канальцы, соединяясь, образуют все более крупные протоки, которые в конечном итоге сливаются в главные каналы. Главные каналы открываются наружу одним или двумя отверстиями. У многих плоских червей выделение идет и через покровы тела. Имеются специализированные крупные клетки, которые накапливают внутри себя продукты обмена и играют таким образом роль почек накопления. Здесь продукты обмена никуда не выделяются, однако надежно изолируются от остальных клеток организма. Основные органы выделительной системы нематод круглых червей это одноклеточные железы. Также аммиак может высвобождаться из тела путем простой диффузии через его покровы. Имеются и специальные клетки, которые также работают как почки накопления. Выделительная система кольчатых червей представлена особыми образованиями – метанифридиями. В каждом сегменте тела их имеется два, по одному с каждой стороны. Каждый состоит из ресничной воронки, открывающейся во вторичную полость тела, и извилистой трубочки канальца, а также выделительной поры. У членистоногих выделительная система бывает устроена по-разному. У ракообразных и некоторых хелицировых это видоизмененные метанифридии. Принципиально такое устройство похоже на выделительную систему кольчатых червей. У насекомых и многоножек органами выделения являются мальпигиевы сосуды. Это полистые длинные трубочки, открывающиеся перед ним концом в просвет кишки. Свободные же их концы располагаются в полости тела и омываются гемолинфой. Также имеется жировое тело, которое работает в том числе и как почка накопления. У паукообразных также имеются мальпигиевы сосуды, но расположены они не так, как у насекомых, и устроены тоже по-другому. У моллюсков выделительная система представлена одной или двумя почками, проводящими каналами и выделительной порой. Продукты выделения накапливаются в виде мелких слаборастворимых комочков и выводятся один раз в 2-3 недели. У иглокожих, выделительной системы и специальных органов выделения нет. Все клетки иглокожих в той или иной мере способны к выделению. Также, естественно, выделение идет через тонкие участки покровов, в том числе и через амбулакральную систему. Имеются амебоциты – специальные клетки, поглощающие продукты обмена и затем выбрасывающиеся из организма. Основные органы выделительной системы позвоночных – это две почки. От каждой почки отходит по одному мочеточнику. Мочеточники открываются в мочевой пузырь. Мочевой пузырь связан при помощи специальных протоков и выделительной поры с наружной средой. Внутри почки находятся многочисленные почечные канальцы, оплетенные густой сетью капилляров. В почках жидкие продукты жизнедеятельности из крови поступают в почечные канальцы, а затем транспортируются по выделительной системе наружу. Рыбы имеют две почки красно-бурого цвета, расположенные в полости тела между плавательным пузырем и позвоночником, а также два мочеточника. У некоторых рыб есть и мочевой пузырь. Его непарный канал открывается отверстием, расположенным чуть позади анального. У земноводных продолговатые почки находятся в полости тела справа и слева от позвоночника. Моча от почек оттекает по двум мочеточникам, вначале в расширенную часть задней кишки – клоаку. Оттуда моча поступает в мочевой пузырь. По мере наполнения мочевого пузыря жидкостью стенки его сокращаются и выталкивают мочу вновь в клоаку. Из нее она уже теперь удаляется наружу. У присмыкающихся почки располагаются в области тазовых костей. Выделение идет лишь с незначительной потерей влаги. Большая часть содержащейся в моче воды в выделительной системы присмыкающихся всасывается обратно. У ящериц и черепах имеется мочевой пузырь. Птицы обладают довольно крупными почками. От них отходят парные мочеточники, открывающиеся в клоаку. Моча в органах выделения не накапливается, а из клоаки моментально выводится наружу. У млекопитающих жидкие продукты жизнедеятельности удаляются из крови двумя бобовидными почками. Почки находятся в поясничной области, по бокам от позвоночника. Моча из почек проходит по двум мочеточникам в мочевой пузырь, а из него по мочеиспускательному каналу периодически выбрасывается наружу. Итак, сегодня мы разобрали выделительную систему. На следующем уроке мы кардинально сменим тему разговора и обсудим нервную систему. Спасибо за внимание. До свидания.